Дорогие любимые мои зрители, сегодня я для вас специально нашел интересненькое. Мы поговорим о наших прекрасных глазах. Как имплантанты сетчатки восстанавливают зрение. Эти имплантанты могут восстановить зрение полностью слепым пациентам, только если слепота вызвана дефектной сетчаткой или других дегенеративных заболеваний глаз. Argus 2 представляет собой систему из двух частей. Она включает в себя небольшую камеру, которая установлена на пару очков, и крошечный набор электродов, который имплантируется в задней части глазанной сетчатки. Все, что видит камера, преобразуется в сигналы, которые передаются по беспроводной сети на имплантант сетчатки. В ответ электроды чипа стимулируют клетки сетчатки, заставляя их отправлять поступающую информацию в зрительный нерв, чтобы она могла обрабатываться мозгом. Первые из этих имплантантов уже разработаны и доступны в Европе. Приблизительно за 115 тысяч долларов вы получаете четырехчасовую операцию по установке антенны в глаз и специальную пару очков с камерой, которые посылают сигналы на антенну. Антенна подключена к вашей сетчатке примерно шестью десятью электродами, создавая эквивалент 60-пиксельного дисплея для вашего мозга. Первые пользователи бионического глаза сообщают, что они могут увидеть грубые формы, отслеживать движение объектов и медленно читать большие записи. Ограничение бионических глаз. Одним из ограничений этой системы протезов сетчатки является то, что она не позволяет воспринимать цвета и детали. А чтобы картинка стала естественной, нужен чип минимум с миллионом электродов. Лазерный бионический глаз, который дает зрение в оттенках серого около 576 пикселей для слепых. Глазной имплантант BioRetina, разработанный NanoRetina, гораздо интереснее. BioRetina стоит дешевле около 60 000 долларов. И вместо внешней камеры, восстанавливающей зрение, датчик фактически размещается внутри глаза, на верхней части сетчатки. Операция занимает всего 30 минут. BioRetina помещает датчик с разрешением 24х24, то есть 576 пикселей, прямо на поврежденную сетчатку. А 576 электродов на задней стороне датчика внедряются в зрительный нерв. Встроенный процессор изображений преобразует данные от каждого из пикселей в электрические импульсы, которые кодируются таким образом, что мозг может воспринимать различные уровни оттенков серого. Но самое интересное, как питается датчик. Пара корректирующих линз улавливают инфракрасные лучи и питают им чип, на котором установлен фотоэлемент. Бионический глаз мог бы видеть лучше, чем наш собственный глаз. Проблема многих бионических плоских чипов в том, что они не воспринимают изогнутый свет, в отличие от наших глаз, которые имеют сферическую форму. Эту проблему решил Джи Йонг Фан, инженер по электронике и вычислительной технике в Гонконгском университете науки и технологий. Суть его изобретения такова. Они начали с полусферы из алюминиевой фольги. Электрохимическая обработка превратила фольгу в изолятор, известный как оксид алюминия, и оставила ее усыпанной наноразмерными порами по всей ее длине. Эти плотно сгруппированные дыры стали каналами для нано-проволок – перавскита, которые имитируют функцию самой сетчатки. Перавскит используется при изготовлении солнечных батарей. Когда нано-проволоки выросли, исследователи закрыли глаз искусственной линзой и наполнили ее ионной жидкостью, чтобы имитировать стекловидное тело в нашем собственном глазном яблоке. Эта ионная жидкость важна для процесса, позволяя нано-проволокам обнаруживать свет и передавать его сигналы на внешнюю электронику обработки изображений. Благодаря этому человек способен видеть в широком диапазонном спектре, в том числе инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, даже в ночном режиме. Из-за того, что данные обрабатываются быстро, то скорость реакции увеличится, а резкость изображения искусственного глаза и общая четкость будут лучше. Короче говоря, эта искусственная сетчатка видит во многих отношениях лучше, чем мы. И, насколько я знаю, это первый раз, когда что-то подобное было построено. На новой сетчатке даже нет слепого пятна. Первый глаз с настраиваемым разрешением. Исследователи в Германии представили протез сетчатки Альфа-Ай-Эм-Си. Первые клинические испытания прошли с огромным успехом. 8 из 9 пациентов сообщили, что теперь они могут определять форму рта, улыбки, хмурится, небольшие предметы, такие как телефоны и столовые приборы, знаки на дверях и, что наиболее важно, будь то бокал, вина красного или белого цвета. Альфа-Ай-Эм-Си, разработанная в Тюбингенском университете в Германии, впечатляет по двум причинам. Во-первых, он подключен к вашему мозгу через 1500 электродов, обеспечивая непревзойденную остроту зрения и разрешения. Во-вторых, Альфа-Ай-Эм-Си полностью автономен, он имеет встроенный датчик, который напрямую собирает изображение, что позволяет вам нормально поворачивать глазными яблоками. По сути, это первый настоящий автономный бионический глаз. Устройство питается от беспроводной сети от аккумулятора в кармане пациента. По большей части, эти бионические глаза все еще довольно недоработаны и в значительной степени полагаются на удивительную способность мозга распознавать поступающие в него сигналы. Однако, это не означает, что мы не можем контролировать создаваемые сигналы и, следовательно, воспринимаемое изображение. Над ухом пациента расположен циферблат, который может регулировать яркость имплантанта. Интересно, сколько времени пройдет, пока не появятся бионические глаза, которые предлагают более высокое разрешение и остроту зрения, чем наши мягкие мясистые сферы. Подпишись, пусть будет нас много. Любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы. Всем вместе веселей!